Очередная победа крымских рукоборцев. На этот раз наш силач Нияз Измайлов оказался самым сильным в чемпионате России среди людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Еще один крымчанин Александр Порошин завоевал бронзовую медаль. С обладателями наград пообщалась наша съемочная группа. Для Нияза Измайлова это золото на самом деле дорогого стоит, как минимум по двум причинам. Во-первых, соперника в его весовой категории было 15 человек, а во-вторых, это были настоящие мастера своего дела. Достаточно сказать, что в финале ему противостоял действующий чемпион мира. Но Нияз таким сопротивлением все-таки справился. Для меня это успех, как бы заявка. Я вижу, что мой уровень как спортсмена растет. Я понимаю, что нельзя останавливаться на достигнутом. А вот Александру Порошину стать первым не удалось. Слишком сильны были соперники. Крымчанам, по его словам, в принципе тяжелее. Ведь в Украине конкуренция у наших рукоборцев была скорее символическая. То ли дело теперь. Каждая медаль – это результат огромных усилий. Поединков у меня было. Четыре поединка. Четыре поединка. Было два сложных. Потому что я с этими ребятами встречался на Мире и на Европе. Хотел посмотреть, как они. Но пока безрезультатно. Будем работать над этим. Федерация армспорта Крыма новое достижение уже назвали особенно важным. Ведь теперь Крым будет представлен на предстоящем чемпионате Европы. И, что еще значимее, на всемирных играх людей с ограниченными физическими возможностями, которые пройдут в Сочи в сентябре. Наши спортсмены завоевали путевку в составе сборной России на эти соревнования. Я думаю, в том плане, что этот год не олимпийский. Медали со всемирных игр, которые пройдут в Сочи в сентябре 2015 года, я думаю, это будет большое завоевание. А там перед ребятами цели ставят максимальные. Учитывая регулярные успехи крымчан на международной арене, задача только выигрывать. Валерия Назирян, Алексей Романов. Время новостей.